Приветствую вас на канале ЛКВИТО. Очень давно не работал, было лето, я в общем не употреблял, брагу не ставил, самогон не выгонял, скажем так отдыхал. Но до этого хорошо поработал с констратами, раздавал друзьям, взял на Иссыколь, угостил там друзей. Всем понравился, но сказали очень такой насыщенный, он еще отдохнул немножко, прям аромат даже навязчивый получился. Для себя мы выбрали, что солодей дистиллят лучше, чем квасное сусло, я решил в общем сделать более-менее такой нейтральный ржаной дистиллят. Итак, для начала поставлю брагу, 25 килограмм кукурузной патоки и два ведра по 14 килограмм, итого 28 килограмм ячмена ржаного констрата солодей. Все это выливаю в бочку, делаю 150 литров, замеряю плотность, температуру. Решил сделать 140 литров браги, 150, чуть побоялся. Температура 30 градусов, плотность примерно 25 процентов, это означает, что у меня здесь около 35 килограмм сахара. Сбраживать буду вот такими дрожжами, турбобаст виски, 36, 4 пачки. Понятия не имею сколько их правильно надо, но одной пачкой я сбраживал 15-20 килограмм солода. Ну, примерно прокинул 4 пачки. Здесь также ферменты есть, если вдруг что недосахарилось, либо какой-то крахмал, я думаю, что все сбродит. Засыпаю на поверхность, перемешиваю и под гидрозатвор. Очень бурное брожение, четверо суток, вот видно в гидрозатворе остатки браги, пена пошла, эспумизан закинул, потом на следующий день на работе взял пеногаситель и софиксил. В общем, все отлично. Четыре дня брожения и неделю где-то еще подождал, пока все осядет. Очень, конечно, быстрое брожение, не знаю, почему так быстро. Видать, очень много дрожжей. Ну, как-то очень странно. Рассчитывал на неделю брожения. Первичные головы миллилитров 100-150, один пыжмеди. Брагу всю перегнал. На дне очень такой густой осадок. Видать, это твердые частицы от солодого экстракта плюс дрожжевой осадок. Сейчас я макну туда палец и попробую, есть ли какая-то сладимость. В браке в самой сладимости я не почувствовал. Но и в то же время как бы алкоголь не сильно почувствовал. Не знаю, может мне повезло. С сиропом мальдозным, с патокой с этой понятия не имею. Вроде прошлый раз было неплохо. 12 килограмм, 13 литров 40-процентного я собрал дистиллята. Как сахар. Вообще довольный был. Брагу пробовал. Пробовал на разных этапах перегонки. И верхний слой, нижний слой, вообще не сладкая. И вот так я вот ковырнулся дна, тут этот осадок солодово-дрожжевой. Пробую. Нет, вообще не сладкий. Ну, это не чувствую я алкоголя. Совсем чуть-чуть. Ну, как бы там ни было, замеряю объем спирта с рца и крепость. Ну что, весь спирт с рец получил. 21 литра здесь, 4 литра здесь, 25 литров. Ну и расчеты. Ну, это полная лажа. Очень маленький выход. Как минимум в два раза. Я удивился, почему такое было короткое брожение. Сделал расчеты. Кому интересно, поставите на паузу, рассмотрите. В общем, с продавцом я сегодня только говорил. Буду у него закупать крахмал пшеничный, нативный. Это крахмал, который обладает ароматом пшеничным. Я думаю, до нашего дела пойдет. Поэтому следующий самогон будет из нативного крахмала пшеничного. Он сказал, что патока вот эта у нас чаще всего мальтозная. Но бывает еще какая-то. Вот походу, вот бывает еще какая-то. Это попалось мне. Потому что в прошлый раз с 25 килограмм выход был прекрасный. Я посчитал. Вообще все здорово. Меня все устроило. С 12 килограмм патоки, с 13 у меня получилось 13 литров 40 процентов дистиллята. Здесь же, но это бипец. Ну и соответственно, когда будет дегустация, я покажу себестоимость литра дистиллята, не считая воды и газа. В общем, очень я расстроен, разочарован. Как бы там ни было, буду перегонять. Дробить буду стандарта. Хочу получить ДМК, дистиллят максимальной крепости. Комбо делать не буду. Хочу как бы запустить этот дистиллят на эксперименты. Мне нужен максимально чистый, слегка таким зерновым оттенком. Ну и поясню, почему я вот такие расчеты сейчас сделаю. Все дело в том, что первичные головы я отбираю и у меня получается гораздо больше товарного тела. Буду рассчитывать где-то на 7 литров. Если у меня абсолютный спирт 7700, 7 литров здесь, головы здесь. Первичные головы я отобрал. В основном там у меня все изики ушли. В общем, я считаю так. Где-то крепость будет 90 процентов. Рассчитываю таким образом. То есть, это не 100 процентов наш дистиллят. Это объем. Я примерно рассчитываю. Но этот объем у меня будет 90 процентов дистиллята. То есть, я получу где-то 7 литров 90 процентов дистиллята. Это для меня будет завтра цель. Закончил с дробной дистилляцией. Ну, это полный пипец. Отобрал головы. Тело отбирал уже с дефлегматором. Погода менялась. Какие-то скачки были. Неровный отбор. Потом, как по заказу, раз и все выровнялось. В общем, как бы и отобрал я 6500. После этого опять пошли скачки. Спиртовую полку я так и не вернул. Вернул на 0,2 градуса больше. Более-менее было стабильно. Но аромат был очень химический. И когда сливал, кубовой остаток был тоже очень химический. Такой аромат, что просто аж глаза режет. Просто жесть. В общем, какой-то косяк. Но что самое интересное. Брага была не сладкая. Я ее попробовал. Все отбродило. Довольно-таки приятный аромат. А вот по перегону, ну что и такое. Ну, какая-то лажа. Ну, мне кажется, это именно проблема патоки была. Связался с продавцом. Она сказала, констрат не поменялся. По выходу видно, что когда я одну канистру перегонял констрат, у меня было 3500. Здесь же я с двух канистр выгнал 6500. 500 не дожал, потому что реально была вонючка. Вот. А патока у них поменялась немножко. Вот, видимо, какой-то сироп. Может быть. Не знаю, почему так. Есть, конечно, шанс, что я не добавлял фермент Г. Ну, блин. Ну, выход бы хоть какой-нибудь был бы. А здесь вообще выхода нет. Как будто все куда-то в песок. Все ушло и все непонятно. Как бы там ни было, буду дальше думать. Развожу до 40% и буду пробовать. Прошло больше месяца. 10-го, 10-го я разлил. Сейчас 17-е ноября. Быстренько с одной руки в режиме дегустации. Ну, ржаной дистиллят. Однозначно. Рожь такая вдалеке. Чувствуется чистота напитка. Полный ноздрей. Спиртная нотка не ощущается. На закусе у меня селедочка и грибочечки. Грибочечки. Классно. И так, ну, аромат неплохо. Рожь вдалеке. Понятно, что такой сироп надо все-таки перегонять. Либо вот, наверное, все-таки не комбо. Наверное, именно ДМК. Диссерт максимальной крепости, как я и перегонял. Либо все-таки разбавить с каким-нибудь нейтральным сырьем. Может даже и с сахаром. Но с сахаром не хочется делать. Все-таки я еще раз попробую, наверное, сделать точно так же. Но немножечко по-другому. И либо тогда в режиме комбо. Вот так вот. И так, и так хорошо. И так пробую. Будь добру. Ура. Ржаной дистиллят. Очень мягкий. Алкогольная нотка не чувствуется. Проглотилось очень легко. Здорово. Мне понравилось. Прямо, прям вот как водичка зашла. Ни горчинки нет, ничего нет. Прямо вообще супер. После вкуса более-менее нейтральная. Ну, закрепим. Без дублей. Ну, а здорово. Значит, такой сироп перегоняем. Либо ДМК. Дистиллят максимальной крепости. Если комбо, то надо будет его развести. Наверное, один к одному перегнать в режиме комбо. Но вот именно чем разводить. Ну, наверное, какой-нибудь патокой попробовать. Можно попробовать сироп на лат. Интересно будет. Ну, на крайняк сахаром. Можно также декстрозой. Закончилось место на карте. Пришлось почистить. В общем, попробую сделать еще раз контрольную уже. Именно режим комбо. Сравню, что получится. А на этом с вами прощаюсь. Берегите себя. Пейте по качеству напитки. До свидания. Продолжение следует...